Минский завод «Белкомонмаш» уже почти 30 лет занимается выпуском общественного электротранспорта. Однако теперь производитель троллейбусов и трамваев решил расширить гамму электрическим грузовиком. В конструкции модели «Витовт Электропрайм» использовано множество элементов от пассажирских машин, включая инверторы, систему управления и даже аккумуляторы. Первый грузовик оснастили батареей ёмкостью чуть меньше 300 кВт-часов. Правда, чтобы добиться приемлемой себестоимости, создатели взяли не дорогущие литьево-ионные КБ, а более доступные железофосфатные. Поэтому пробег составляет лишь около 200 км, а время быстрой зарядки даже постоянным током через разъём CCS Combo 2 превышает полтора часа. В движение автомобиль приводит 180-киловаттный электромотор российского производства, от которого крутящий момент передаётся на ведущий мост китайского происхождения. Но до старта производства компонентная база может измениться. Что останется неизменным, так это лонжеронная рама собственного изготовления. При такой конструкции Vitoft может перевозить больше 7 тонн груза, а для его размещения предусмотрен вместительный кузов объёмом аж 44 кубических метров. При этом новинка получила крайне необычную каркасно-панельную кабину со спальником, в которой водитель сидит точно посередине. В ближайших планах Белкомонмаша, который недавно сменил название на БКМ-холдинг, испытания и сертификация электрического грузовика. Его основным покупателем должны стать ритейлеры, которым нужны экологичные машины для городских перевозок. О том, что электромобили могут самовоспламеняться, известно давно. Правда, чаще всего подобное происходит во время зарядки. Как, например, повсеместно вспыхивают электробусы. Но, оказывается, бывает всякое. Так вот, в Атлантическом океане возле Азорских островов вот уже несколько судок горит ролкер Felicity Ace, что перевозил 4000 новых автомобилей. Судно вышло из немецкого Эндена, а финальной точкой значился американской Дэвисвиль. Предполагается, что причина пожара — литиево-ионная батарея, что без причины вспыхнула на одном из перевозимых электромобилей. Далее пошла цепная реакция, и сейчас судно полностью охвачено пламенем, а ближайшие порты отказываются его принимать. Экипаж ролкера, состоящий из 22 человек, эвакуировали военно-воздушные силы Португалии. На борту остались более тысячи новеньких Porsche, около 200 Bentley, а также порядка 2000 Volkswagen и Audi. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова